И не тешите любви истины, и живите без святей, И тебя исполняй сокровище благи, и жизнеподателю прийдите Господи, благослови это занятие, не дай уклониться ни на право, ни на лево от истинного понимания божественных слов, и пребудь с нами и в этот благодатный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, продолжаем. Первое послание Иоанна. Третья глава. Шестой, седьмой стихи. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно, как он праведен. Толкование. То есть, кто неославно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их. Сказав, что Сын Божий явился и что Он явился для того, чтобы, не сотворивши своего греха, взять, то есть уничтожить, наш грех прибавляет. Всякий согрешающий не видел его. Если вы, говорит, когда Он явился, увидели его, и вследствие видения его получили силу не уступать греху, как совершенно утвердившиеся в нем, то очевидно, что те, которые грешат, не видели его, и потому не познали его. Под видением его, разумеет, не видение простым прикосновением глаза или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного, но нежелание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело и присоединиться к нему, как мы выше говорили. Сказав же это, утвердительно заповедует. Да не обольщает вас никто. Смысл такой. Кто делает правду, тот познал праведного и праведен, как и Он, то есть Бог. Напротив, кто делает грех, тот от грешника, то есть от дьявола, так как он грешит от начала. Посему Бог, пекущийся о создании своем, сам, будучи правдой и святостью, открылся, то есть явился в мир, чтобы уничтожить дела дьявола. Ну вот, давайте порассуждаем. Вопросы? Пожалуйста, если есть. Уже говорили на эту тему впереди. Было сказано, что кто говорит, что не грешит, тот обманывает самого себя. А здесь как бы противоречие, что рожденный от Бога не грешит. Грешит или не грешит? Вот и разбирались. А у меня такой вопрос, в чем-то есть вот различие, между прочим, который грешник и который согрешил. То есть согрешил, как понимаю, это который в единственном числе человеку согрешил, упал, но потом встал. А согрешающий, ну я имею в виду это грешник, который постоянно в этом грехе находится. Иначе, как вы думаете? Есть в этом какое-то различие в этих словах? Различие, которое у нас сегодня есть, в первоапостольской церкви вполне допустимо, что не было. Потому что не было семинария, академии, которые сегодня понастроили везде. Не было миссионерских отделов, поэтому грех не оправдывался. И грех, греху разница. В мыслях, на молитве где-то задумался, другого про себя подумал, осудил. Не идет речь о явных грехах. Знал, что это грех, это нельзя. Прежняя жизнь закончилась, момент обращения. А сегодня, вот я разговаривал, на меня выходят беседы священнослужители. Любое безумие оправдывает. Да сейчас время такое, да эти каноны были на первые века. Откуда они взяли, что первые века? Книга правил переиздается. И церковь осталась на земле. Христос один и тот же. Почему думаем теперь, что Христос лоялен с грехом? Что Господь наш Христос понизил планку? Нигде этого не сказано, нигде нету. А только у грешних, да еще поп, оправдывающий его. Грех называется грехом. И он должен прийти в разум истины. Об этом неоднократно говорится. А сегодня так. Если сказал, что ты избранный, да конечно, что придумали. Но это написано. Но написано сколько? 81 раз. Ну 81, это же не один раз. Да хотя бы один раз было достаточно. Что Бог избрал много избранных. Но это о всех сказано. Я говорю, а когда передает привет, Павел говорит, такому-то, такому-то. Послание к Риму, 16 глава. По одному, говорит, избранному и называет его по имени. Ну вот это, то есть им это не пользовались еще. А вот в общей массе мы избранные, а по отдельности мы не избранные. То есть рехнулись совершенно. Если мы все вместе грешники, а один грешник не может быть грешником, а вместе все собрались кучей, то тогда все мы грешники. Откуда это такое толкование? Семинария Академии. Я говорю, написано, что если человек раньше вел себя так, то откуда взялся гражданский брак? Ну, гражданский брак. Да нету прелюбодеяния. Блуд. Другого названия нету. Конфессия. Конфессия. Динаминация. Где эти слова? Откуда вы взяли их? Есть ересь. Ересь скрылась под этими двумя словами. И поэтому мы согрешаем? Да, мы согрешаем. Потому что и в ангелах он усматривает нечто. Не угодно. В ангелах. И на солнце есть пятна. Грех греху разница. Даже иногда, вот нужно было наказать дитя, какое-то преступление сделал, а ты не наказал, ты совершил грех против заповеди. Написано, не жалею розги. А по сегодняшнему он сделал правильно. Ювенальная инститция его погладит по головке. Мы должны войти в первое начальное значение слова грех и какое сегодня ему предается. А сегодня это не... А какой это грех? А что я сделал? Мешок муки украл у матери? Нет. Поэтому мы согрешаем то, в чем даже, может быть, и сами еще не осознаем. Но мы знаем, да, считаем молитву. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил. Господи, прости меня грешного. Но явные грехи, какие были на нас, в привычке у нас, когда мы еще не были избранниками Божьими, то не надо говорить. Прежняя умерла. Я умер для мира, и мир для меня. Два мертвеца. Как они могут грешить? Никак. И поэтому ответ мы этот уже давали. Отошел. Спасибо, Христос. Восьмой стих. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Какова нет? Так как дьявол постоянно обращается в грехе, то всякий, кто грешит, становится сторонником дьявола. Ибо дьявол предначинает в человеке грех, внушая ему лукавые помыслы, как иуде. Читаем в 13 главе Евангелия Тирана 2 стих. Иной скажет, как дьявол бывает в тех, которые грешат, когда они прежде него согрешили уже тем, что дали ему место. Такому должно сказать, что делать грех и давать место дьяволу одно и то же. Ибо дает ему место тот, кто грешит, подчинившись похоти, а с принятием его уже и на деле совершает грех. Ибо это значит делать грех. Хорошо сказано, кто делает, а не сделавший. И в том отношении, что покаявшийся уже не от дьявола, но от него только тот, кто совершает грех. Так и раб греха есть тот, кто делает, а не тот, кто сделал грех. Ибо всякий делающий грех есть раб греха. Ну и тоже об этом говорили. Постоянно в грехе человек живет, не раскаивается, знает об этом, не может грех отстать. Курение, пьянство, распространенные грехи, блуд, наркомания. То есть он знает, но я не могу бросить, не могу. Это раб греха. Я хочу освободиться. Не могу. А почему? А не познал Христа. Сам не может человек. Без меня не можете делать ничего. Написано. Веры не хватает. По гордости многие там бросали курить, бросали пить, потом опять подбирали. И греху рознь, правильно, знаете, есть в плане тяжести греха. Одно дело там комара убил там, и другое дело человека там убил. И в плане постоянности. То есть сделал, заткнулся, как овечка, упала в грязь, она там не лежит, не крюкает, она сразу вскакивает, побежала, отряхнулась. Вот. Упал, вставай, так все это идет, согрешил, вставай, не отчаивайся. А то человека, а я не могу, все, отчаялся, все равно мне не избавиться от этого. Одному не избавиться, со Христом все возможно. Все, поверь, попроси, если меня встань на колени, поплачь. Признайся в том, что ты сам не можешь, попросил Бога помощи, и Он непременно по вере твоей даст тебе эту помощь. Даст силу не уступать греху. Так вот и толкователь нам толкует. Силу не уступать греху. Вот это и есть всякие пребывающие в правде, рожденные от Бога. Но иногда эти силы иногда ослабевают, опять же, от нашего нерадения, от нашей беспечности, от нашей лени, там, я не знаю, сонливости, небодрствования. Итак, 9-10 стихи. Сергей, Всякий рожден. Да. Там Игнатьев, значит, хотел комментарий вставить. Да, да, да. Когда говорится о грехе, и поминается дьявол, тут нужно разобрать однажды, мы не разбирали это. Какой его грех был? Об этом говорит 14-я глава пророка Исаии, и 28-я глава из Икииля, и 12-я глава Откровения. Вот три места в Священном Писании, которые говорят, чем он согрешил. То есть, он потерял ориентацию по сегодняшнему сказать. Сяду сонми богов. Что он имел сонми богов? Это Херувим и Серапимы. Он над ними как начальствующий был. Написано, Херувим осеняющий. Значит, гордость, недовольство. Недовольство Богом. Выражает Бог. А Бог, почему меня таким сотворил? А почему я не родился в семье банкира? Выше ростом, сильнее телом, умнее умом. Вот это отсюда идет. И когда перечисляется его главное согрешение, он лжец и человекоубийца. Евангелие Тиана 8,44. Это центральный грех его. Вот теперь всякая ложь, ибо он лжец, и отец лжи. А ложь бывает так. Против Бога мы начинаем отнекиваться, говорить, да я не могу сегодня. Даже вот, ну возьми, если ты ночью не встаешь, какая причина? Я устал. Это причина очень веская. Устал. Я болею. Тоже веская причина. Но любовь поборает ту и другую причину. Почему ты так не говорил? Если ты любил девушку и стремился на встречу к ней, это не такие уж большие были причины. Ты все равно старался увидеть. А это интимная встреча с Богом. И вот когда мы разбираем, часто пишут разные там пока такие псалмы, люди как бы пишут, книжечки выпускают о покаянии. Какой грех? Есть семь смертных грехов. Семь. Но Библия говорит только об одном. Без покаяния. Любой грех может быть смертным. В нем нет покаяния. И вот когда, говорит, Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде, о грехе, запитая, что не верует в меня, происхождение любого греха, отступления от Бога против любой заповеди из десяти и девять блаженств. Все в одном. Иоанн Затаус говорит рассуждайте о гиене непременно. Это говорил Святой Пимен Великий. А с этой, сказать, таким псевдонимом или как, вот Василий Великий, всего только 17 человек было. За 20 столетий. И он говорил так, устремляясь к Богу, ум держи в ааде. В ааде. Как бы мне не пасть, как бы не потерять, над чем трудились. Если всю жизнь ты трудился для Бога и в конце ты грешил, Бог говорит, не помяну ни одного твоего доброго дела. В чем застану, в том и сужу. Он, нет хозяина, станет есть и пить со своими там сотрудниками. Христос высказал это. Вот это главный грех. Главный грех, когда насаждают атеизм. Бога нет, страха нет. А раз нет Бога, ни за что не отвечать, почему не убить, почему не сблудить, почему не закурить, почему не выпить. Ответ один, суда Божия нету. А попы все оправдают. Почему они семинарии кончали, академии для оправдания греха. Нет то безумие, которое бы сегодня не оправдывалось. Он убил столько-то. А где он убил? Ну, ошибся там, на дежурстве милиционер был, не того застрелил. Зачем ты пошел туда, где убивают? И вот все это грехе надо разобрать. О чем конкретно нам говорится? Кто грешит, тот от дьявола. А дьявол с чем-то грешил, мы видим, это гордыня, беспокаян. Он не терпит слова смирения. Смирения нет, ни о каком спасении речи можешь не вести. Ты начинал говорить, ты не старайся одержать победу словесную. И даже если в самом деле ничего в тебе нет, и тогда, говорит, не обижайся. Глян Златоуст говорит, поцелуй его за намерение тебя исправить. А у нас слово какое-то сказали, пыхтеть, начинает дуться, меня обозвали. Да это делу Божию мешает или нет? Да не мешает никак. Если делу Божию мешает, тут ты встань, говорит, во всеоружие. Тут мы уже не можем смолчать. И вот на это надо смотреть. Вот видишь, как сгодится теперь? Он будет теперь нас искать, Сергей, найдет, ну и примет опять. Мы не трогали, мы ничего не задевали. Все у нас как положено. Галина Михайловна, может еще что-то есть? Нет, это те, которые пришли, помещают, желтые выскочили. еще не совершенна эта система скайпы, когда набирает многих. Сегодня вот он никак не включился. Но я не стал смотреть, видимо, здесь. Держал камеру и записывал. Понятно, о чем говорили. А какие вопросы? Вопрос хороший задал. Как работать с мусульманами? Пришла мусульманка одна, это мне священнослужитель сегодня звонил и говорил. Как с ней начинать говорить? Я говорю, первый вопрос разрешить, надо ли говорить? Ты сначала это реши. Как он, мусульман, описывается, к нему, к наставнику пришел один, и вопрос такой задал простой. Он говорит, не знаю. Как? Вы это даже не знаете? Он говорит, я не знаю, отвечать тебе или нет. Я вот что не знаю. А когда я узнаю, что надо отвечать, теперь я должен понимать, куда ты клонишь этим вопросом. Под меня подыскиваешься ты или действительно хочешь от греха избавиться? Живешь в этом. Лучше где-то промолчать. И все это перед Богом. Ну, я говорю, вот она пришла, значит, ты узнаешь, приезжая она или нет. И может быть, ей негде ночевать, а может быть, есть нечего. Как ты можешь ей помочь? Номер в гостинице снять или к себе пригласить. Ты узнай ее, почему она пришла. Является она теперь мусульманкой. Она пришла. Приняла ли она крещение? Зачем пришла? Видишь как? Бывает так, они приходят для того, чтобы было хорошо. Они знают, что тут помогает. Бог помогает. Они понимают, что это одно и то же, каких и от беснования избавляются. Но ты поставь все на место. Христос это не палочка-выручалочка, хотя он и помогает. А это любовь, это соединение для вечности. В образ Христов перерождаются. А как разговаривают, вот сегодня смотришь, эти разные нападки, там, обзывки, они Бога не знают, а называются миссионеры. Они рядом не стояли с миссией. Милость Божия к нам, что нам Бог дал это все и видеть, и иметь, и знать. Нам многие-многие завидуют. Вот видите, как вы сумели, вот мы не можем от торговли избавиться, от торговли. Да, действительно трудно. вот эти отношения я тебе, ты мне с Богом, торговое отношение бизнес, у нас нет этого. Нет. И мы от батюшки ничего не выпрашиваем, что пост, а я могу там не поститься или еще что-то. Мы как одна семья. Были, которые ушли, они не были наши. Они все время где-то, как говорят, бухтели, чем-то недовольны были, недовольны, что снимают их, я не хочу. Все ушли эти, не было. Были за церковно-славянский язык, и они ушли, ни одного нету. Ну, они тянулись какое-то время, а дальше, ну, видно, что они не вписываются. А зачем это? Ну, мы единодушно молимся, и Бог открывает, зачем это? Мы иногда участвуем в акциях целых по сбору средств среди своих. Было для библейского общества, издают книги, и мы знаем, куда. Там сгорел храм. Дальше, вот, Донецку нужна была помощь. Батюшка ездил, там, сколько набрали, накупили, и, то есть, такие дела. У нас это все очень легко делается. Просто звонят непрерывно, все знают, что молитвы. Вот у меня сегодня сколько человек посетили, только меня здесь были. я могу советоваться. Вот, представь себе, приезжают, сестры, ну, кто я перед ними-то? Не просто сестры, а замужние, с мужем, и муж здесь же, меня за руки хватает. Ой, а руки-то еще у вас холодные, еще вы такой уж худой-то, да хоть проще, это что это? Любовь. Я говорю, ведро угля сэкономили за два дня, если раз протопили. Ахает, охает, а тут для меня это ничего не значит. А в церкви это может быть? Да нет, никому ты не нужен. Все чужие, отстояли и ушли. То есть, общины нету. Нету этой виноградной кисти, где ягодки, плоды, один к другому плотно так прилегают. Я и сместина виноградная лоза, а вы ветви. Нет этого в церкви сегодня, нету. А так, все это разбросано, оторванное, сгнившее веть где-то валяется. Люди не знают Бога совершенно. Начинаешь говорить один-другой. Ты же столько лет ходишь в храм. Ну, ничего не знаю. Ну, ты знаешь, что сейчас пост. Вчера на меня вышел один. Ну, да. Ну, а почему не постишься? Я православный. Какой ты православный-то? Не постишься, ты уже не православный. Ты уже отлученный на два года за то, что пост нарушаешь. А календарь возьми, церкви продается. Но еще священник тебя не спрашивал исследуешь ли ты священное писание по велению Божия Иоанна 5.39 И далее исполняешь ли? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот священник должен прямо и благовествовать или вы другим о Христе. Это главное, а не то, что я не пью, не курю. Космонавт. Это вот в общем не можно. Да, это нелегко было. Враждебно настроенные люди вокруг все это будут осуждать. О, это тоталитарно. Та-та-та-та-та-та-та. Научились. Специально тут с Америки прислали такого руководителя. И он тут шарится за пазухой. Мы должны это все видеть. Вот сегодня мы коснулись. Ну, сейчас целое много просчитать. Много. А мы ну, видимо, всех отключили-то. Или нас только отключили. Идут они занятия у них или нет. Что-то тут пишет. Писал один. Что? Я готов. Я не понял. Это конец. Вот пишет один. Николай Федорович Гордеев. Да. Не знаем. Не знаем. Мы сами побеседуем о грехе. Грех греху разница. Разницы никакой нет. Разницы нет, если покаяния нет. А это церковь восстановила и молитвы. Введение и невведение. В уме помышляют. Как мусульмане молятся, головой вниз. Вот эту молитву так считают. Так. Так. Прости о грехе. Введение и неведение и уме помышления в одни и ваще во дни и внощи во все дни жизни мои. Прости, ибо ты благ и человека любишь. В неведении даже может быть сам того не знаю заделай. Заделай, человек обиделся там что-то опрокинул или как-то. Вот. Вот так вот скажешь, если не попадайте в объектив. Кого-то запустишь и лезут сюда. Ничего не видят и кого-то тянутся. сказал сразу в обиду. Ну, это и бывает такое у некоторых людей. Это не годится-то. Я потом, а зачем я попал туда? Я это не хотел. ну, еще, еще. Оп! Вот она, молодец. Вот она. Вчера мышку поймала. Подарила она своей дочке Бузке. Ой, это моя рыжая. Ой, да такая кошка. Хвост длинный. Ну, иди ко мне сюда. Иди сюда. Иди, иди. Давай сюда. Ну, иди. Давай. Вот так. Иди скорее сюда. Давай. Вот так. Ну, вот она пришла. Да какая красавица. Вот так. Все. Охота пойти куда-то? Ну, может быть, даже и закончили. Что тут? 18. 33. Да нет, еще полчаса только прошло. Да нет, они вон пишут, что отключили. А? Всех отключили. Всех. Всех отключил, да. Ну, вот видите, какое средство. И хорошее оно скайп. Сейчас оно напоминает, я не знаю, с чем это. Вот скайп, что-то как будто бы дупло какое-то дерево. Большое дупло, и туда всех собирает пчелок. Каждый, чтобы мед туда принес. Не шершни, не ос, а именно пчелки слетались. Вот у меня такое впечатление. Скайп, я с первого раза даже какая-то ассоация такая, что это закрыто от непогоды, и что на улицу не надо выходить. Куда лучше-то? Ну, когда многих набирает, что-то еще не срабатывает. Да и вообще интернет бывает работает не совсем хорошо. Парахлит. Вот она пришла. Ох. Да, это уже почти настоящая кошка. Четвертый месяц. Ох. А еще больше полмесяца. Четыре месяца она вообще все будет. Ну вот, нет, Сергей нас вытащить не может. Ну, на сегодня, мы думаем, хватит. Мы не будем уже подключаться. Для нас этого достаточно. Размонтирую аппаратуру все отключаем. Давай, я буду печку топить и готовить ужин будешь. Я не стал топить без тебя. Думаю, приедешь, придешь и скажешь, когда топить. Продолжение следует...